Больше 500 участков для голосования работают в Павлодарской области. 139 из них находятся в областном центре. Право на участие во всенародном референдуме в регионе имеют чуть более полумиллиона жителей. Больше 11 тысяч павлодарцев будут голосовать впервые. Наш корреспондент Ербул Абишев сейчас на одном из участков. Ербул, добрый день. Как проходит процедура голосования? Добрый день, Динара. За процессом голосования на этом участке мы наблюдаем с самого утра. И скажу сразу, что здесь довольно-таки высокая активность. Во-первых, это центр Павлодара, причем исторически. И в основном в этом районе в большинстве проживают люди зрелого возраста. Так вот, как самые ответственные на подобных мероприятиях, высокую активность опять же проявляют пенсионеры. До полудня многие из них уже проголосовали. По последним данным комиссии референдума, из более полутора тысяч голосующих на этом участке, около 500 человек сделали свой выбор. Причем 11 голосующих, достигших 18-летий, впервые в жизни участвовали в процедуре голосования. Что интересно, рано утром 15 участок референдума посетила даже 92-летняя горожанка. Она пришла сюда самостоятельно и проголосовала без посторонней помощи. Так что традиционно высокую активность, как и обычно, проявляют представители старшего поколения. Подробнее о ходе голосования на этот час расскажет председатель 15 участка Шулпан Шахметова. Послушаем, что она говорит. С утра, конечно, была активность. Сейчас она немножко спала, но я думаю, что к середине дня она еще повысится, потому что до конца референдума еще много времени, поэтому мы еще ждем людей. Подготовительная работа была у нас очень хорошая. Мы лично каждому члену семьи вручали пригласительные, поэтому откликнулись многие. И сейчас мы наблюдаем, что прям с семьями приходят сюда на участок. В целом электорат Павлодарской области составляет 505 тысяч человек, в числе 5,5 тысяч впервые голосующих, то есть им исполнилось 18 лет. По области работают 520 участков референдума, задействованы 534 комиссии. Все участки расположены на первых этажах и оборудованы пандусами, поручнями, тактильными дорожками и уголками для людей с особыми потребностями. Здесь имеются наушники, лупы, трафареты для бюллетеня. Вся информация по референдуму также представлена крупным шрифтом для слабовидящих голосующих. Есть аудио и видеоролики, в случае чего на участках даже присутствуют сурдопереводчики. Предлагаю послушать одного из специалистов сурдоперевода. У нас в основном оказание услуги это оффлайн, иногда онлайн. Сопровождаем по любым вопросам, куда бы человеку не нужно было бы сходить. То есть сейчас с помощью сурдопереводчиков это все доступно для людей с нарушениями слуха. Самое главное просто подбирать график, подстроиться под всех. Бывает, что в одно время кому-то нужно, поэтому нужно быть гибким постоянно и успевать везде. Еще в день голосования в областном центре и в двух городах Аксу и Кибастус работает служба инвотокси. Так что можно с уверенностью сказать, что все условия для людей с особыми потребностями в нашей области созданы. Кроме этого в трех городах открыты шесть онлайн сервисов по временной регистрации граждан, не имеющих прописку на территории Республики Казахстан. Так что они тоже могут свободно реализовать свое конституционное право. Вместе с этим на всенародном дифферендуме приняты максимальные меры безопасности. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Почти 300 сотрудников полиции посменно присутствуют на участках голосования. Это пока вся информация. Мы продолжаем следить за процедурой голосования в Павлодарской области. Динара. Спасибо большое. На прямой связи с нами был Нирбул Абишев.